Всем еще раз привет! 6 июля 2023 года. Дело к вечеру идет, 7 часов вечера, почти 35 градусов в тени. Немножко поработал сегодня с пчелками, на меня спрашивали, спрашивал коллега мой, какой лед у меня на пасеке. А чтоб видеть, да, трафик, трафик, пчел. Трафик, ну вот как вам показать трафик? Попробую показать трафик. Вот такой вот трафик. Вот такой, никакой практически. Вот такой трафик, видите, висящий у них. Сейчас трафик. Утром работает, точно. С утра, с рассвета хорошо молотят, подносят нектар. Даже так неплохо подливается, я даже скажу, что неплохо довольно-таки подливается. Ну, относительно неплохо, как для моей полупустыни. Нормально подливается, пока разнотравие еще живое. Я по контролю по себе, то что у меня здесь вот яснотки, маснотки пока. Ну, живые, видите, еще. Немножко подгорают. Ну, живое. Живое тут немножко, вон это, благодаря рассе, короче, у меня здесь между речи, вот так вот идет речка Воронцовка. Тут идет речка Безымянная у нас, ну, нет у нее имени, вот так вот идет она. Короче, впадают они, а потом они туда вместе, и там речка Чатарлык дальше. И, короче, они вместе так впадают в Каркининский залив. Вот благодаря тому, что я, как бы, между речи нахожусь, вокруг тачка речки, они пока полные воды, они дают влаги. И выпаривается нектар. О, нектар, блин, сейчас уже мозги запудрились. Выпаривается, короче, влага. Днем, когда жарко, а потом ночью туманы, очень сильные туманы. Вчера вот у друзей был в соседнем селе, допоздна ехали домой, ближе к 12 ночи, короче. Туман такой плотненький садился. Туманы выручают, очень туманы. Вот роса вот эта от туманов, короче, она выручает. Все на ней и держится, на одной росе. Дождей нет и не предвидится, обещают только жару и засуху, дует вон восточный Суховей. Короче, по прогнозу, ничего не предвидится хорошего, пока будет сушняк. Вот люцерна, видите, ну вот, короче, она вот разнотравим, питаемся. Вот, видите, тут всякие. Я снотки, люцерна, шандра, мандра. А здесь я специально ее в траве держу, короче, траву. Здесь не убираю специально. Ну, тут, во-первых, это медонос трава, а во-вторых, это кюрикерия метельщита. Это мне. Санек, Саня, привет, Черноморского. Пчеловод привозил, у него улья такие, как у меня, наподобие. Немножко там рамка, короче, ну, в принципе, такие же улья. Вот, а у меня даже есть, видите, один абрикос. И первый, первый абрикос на этой абрикосе. В общем, этот абрикос я вообще, этот абрикос я посадил вообще, чтобы он тенек был. Но он так туго растет. В общем, тут ее что-то приморозило, наверное, еще, я не знаю, вот веточка будет ее обрезать. В общем, прихватило его, что-то приморозило, болеют в этом году абрикосы. Вот так вот он от жары горит. Горит, видите, от жары подсыхает. Вот такая отрень. Сейчас водички ему ведерко вылью, приду. Наберу. Водичка ему дам. Кирюри-Кирюри полил, а его забыл, отвлекли меня. Надо его полить, пролил я, в общем. Виноград весь пролил эти. Сирень тут полил этот. Он пролил, короче, свой этот. Кампсис, короче. Собака, видите, где? Что вы думаете, она там делает? Она там от жары прячется. Гре. Там легче? Думаешь, там легче? Прохладнее? А, я же там поливал, да. Все, я понял. Я здесь поливал воду, это. А, земля мокрая, вот чем она там лежит. Балдеет. В общем, горит, все сохнет, зерновозы, зерно. Идет уборка полным ходом. Подсолнухи поотцветали, там уже все черное стоит. Толку с них никакого. Что, они еще нет? О, у меня два абрикоса есть. Смотрите, ничего себе. Здесь еще один, и там, на том дереве. А только он, смотрите, как болеет. Болеет. А я его не для плодов посадил. Я вообще, чтобы он тенек давал. А он пока вырастет, короче. Я уже от старости, наверное, помру. Пока он вырастет, чтобы дать мне нормальную тень. Очень долго растет. Вот такой. Чтобы он пока вот такой вот вырастет, и даст хорошую тень. Пройдет очень много лет еще. Ну, кюллери-керию посадил, кто быстрее называется. Может, она быстрее вырастет. Посмотрим. Ну, растет. Раз, поднялась. Такая была вообще маленькая такая. Поднялась два раза. Уже по высоте. Посмотрим. Ну, и там, впереди, пару деревьев кюллери-керии посадили. Саня привез мне. Саженцы я посадил. Посмотрим. Ну, принялась. Там посмотрим, как вырастет. Нет? Вот, лед пчел. Видите, какой. Бешеный лед пчел. Сюда он дал в разрез магазин. Еще один, короче. С вощиной. Пусть строят. Посмотрел, они подлились. Подпечатались. А ту семью посмотрел, угловую. Ту, короче, угловую семью посмотрел. Которая вот выключивается с самого утра. Да нифига она не подлита. Она просто есть жарко и все. Она уходит с верхних магазинов. И там, короче, еще. Она еще вощи, ну, тянет, мусолит там. Короче, есть там куда лить. В принципе. И есть им куда лить, но они вон больше висят. Жарко им, короче. Жарко. Кому-то жарко, кому-то не жарко. Вот где племена у меня семья, смотрите, нормально. Хотя там битком пчел, просто битком. Я что решил сделать. Взял, короче, оттуда седьмой магазин, который они очень долго не печатают. И его, в общем, сюда переставил. Те быстрее гораздо печатают, шустрее. В общем, ну, чтобы всем корпусов это много. Вот. Они так же самое. Они ушли из этих верхних корпусов вниз, спустились. От жары, короче, все. Вылазят и выкучиваются наружу. На улицу. Жара, получается, поднимается же вверх. И они в верхних корпусах не сидят. А вот эта семья почему-то сидит. Понимаете, в чем прикол? Эта семья сидит и нормально. И нормально, не жарко, хотя условия все те же самые. Ну, вот. Все от особенностей, я говорю. Каждая семья по-своему, как и у людей. Кто-то жару переносит без проблем, кто-то совсем тяжко. Кто-то так терпимо, короче. Ну, вот видите, тут есть терпимо, есть совсем тяжко. Есть прям как бы без проблем переносит жару. Ну, вот на эту солнышко светит. Ничего, нормально, не выкучивается, видите. Нормально, она полная битком. Пять корпусов, не выкучивается. Не жарко и почему-то. А вот автянист стоит целый день, блин. И ей почему-то жарко. Но это, говорю, чисто зависит уже от каждой. От особенностей каждой пчелиной семьи. Вот, что, показал я, какой лед у меня? Ну, разный лед. Смотря какая семья, какой лед. Смотрите, здесь вроде пошустрее лед. Здесь вроде и повеселее лед идет. Пчела полная приходит, падает. Реально полная приходит. Падает на прилетке. Короче, все тоже индивидуально. У одних семей есть взяток, у Брихова нет почему-то. То же самое время. Кто-то работает хорошо в жару, кто-то и висит в жару, не работает. Вот такая вот. Каждая семья, даже сестры. Матки все равно, каждая семья по-своему. Они разными трутами облетаны. То есть матки-то сестры, а пчелы уже не совсем сестры. Дальние уже более родственницы. Там уже зависит от трутня, который оплодотворял их. Осеменял, короче, там. Уже от него зависит, какие у них гены будут там. Причем же с каждой маткой облетывается там до 10 трутней где-то в среднем, да? Ну, с несколькими трутнями как минимум. И получается, что пчелы они неоднородны. Даже в семье в одной по-своей массе. Поэтому. Гены у них разные. Ну, в общем, в каждой семье идет набор генов. Довольно-таки большой набор генов идет. Это что касается чистопородности так называемой пчелы. Вот этой вот кавычкой. Так что. Все, ладно. Показал. Сильно очень жарко. На солнце сейчас сижу, сдохну. Видите, это вот шустренько летает. Ну, вот сейчас покажу еще сюда. Это вот тоже ничего шустренько летает. Видите, вот висят. Висят, видите, висят. Те висят, эти висят, те висят. Висят. Этим жарко. Хотя они в тенек. Целый день в тени стоят. У них тут одни из самых комфортных условий у этих двух семей. Они целый день, круглые сутки, получается, в тени. Находятся. А ну, им, видите ли, жарко, понимаете. Тем, значит, на солнце нормально, а этим, видите ли, жарко. Ну. Вот так вот как-то. Не знаю, сколько разнотравий еще продержится. Где-то так в теньке он. Еще где-то протянет, но... Все равно рано или поздно сгорит оно. Все равно его жара и сушняк убьет. Жара и суховей рано или поздно все равно его убьют. Оно все равно сгорит. Останется чисто такая, там, в основном, гармала, там, колючки. Засухоустойчивые, которые в полупустынях живут, останутся. Шандра, она просто отцветет. Отойдет. Она не сильно долго цветет, Шандра, она. Отойдет уже в июле, отцветет. И останется одна надежда на сафору японская и колючки по степи. Ну, на сафору больше надежды. Дерево сафора зацветет скоро, к середине лета. Вот на него надежда. И на него копим силы. Пусть висят, пусть висят. Эти пчелы, которые висят, это будут они сафору собирать. Они сейчас не изнашиваются, ничем не занимаются. Копят силы, экономят. И они будут заниматься сбором сафора японской. Они ее будут собирать, потому что я у них отожму все разнотраве постепенно. И они останутся. Над головой у них будут пустые магазины, получается. Ну, над гнездом будут пустые магазины. И хочешь, не хочешь, они все полетят. Шустрить, искать взяточек. У нас будут сафоры японские свести. Вот будут на них работать пчелки. Она дает любую жару, засуху любую. Ей достаточно даже туману. Чем жарче года, тем лучше дает, я так заметил. Все. Всем пока. Хочу пить, сдохну сейчас. Сухой воздух, просто жесть. Кстати, еще сухой воздух, возможно, их тоже выгоняет. Хотя в ульях там не сильно-то и сухой. Нектара там хватает. Не, это жара, жара. Это все жара. Также я думаю, что это достатком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Лорусская